В Бобруйске действуют 10 книгохранилищ. Сегодня это социально-культурные и просветительские центры. В честь праздника каждая библиотека подготовила для читателей сюрпризы. В восьмой развернулась уникальная мобильная выставка. Она рассказывает о развитии православия в нашем городе. В подарок от Бобруйской епархии несколько новых изданий. И обязательно книга, то есть мы всегда стараемся преподнести. Спасибо, для нашей читательной очень хороший подарок. Учреждение обслуживает почти 4000 читателей всех возрастов. На стеллажах каждый найдет для себя литературу по вкусу. Большая часть книжного богатства – новинки, которые только недавно сошли с печати. Среди изданий есть и эксклюзив. Фон библиотеки составляет почти 50 тысяч. Среди экземпляров есть и фоксимильные издания Библии и азбуки Франциска Скорины. В прошлом году, когда был вынок дружбы, у нас приезжал такой автор Виталий Кулик. «Волчий мох» и «Полезская ведьма». У нас вот автографы есть с этой книги. И люди ждут продолжения. Книги изумительные. И белорусы узнают столько о себе интересного, о своих традициях, о своих каких-то обычаях. Очень многие люди, которые давно не приходили в библиотеку и зашли, они удивляются, что у нас достаточно много новинок. Новинки разнообразны на любой вкус и цвет. Поэтому у нас есть что почитать. У нас очень хороший периодик. Библиотека идет в ногу со временем. Уже два года здесь работает белорусскоязычный познавательно-образовательный проект для детей и взрослых. Запустили его к году малой родины. Особенно в мероприятии уделено городу Бобруйску. Это очень интересный квест игры по нашему городу. Дети путешествуют виртуально вместе с нами, с нашими книгами, с нашими какими-то заданиями по всей Беларуси. В библиотеку номер 6 за периодическими изданиями приходят больше 4000 горожан. Хотя она и детская, найти книгу по вкусу здесь могут и родители. Подростковый возраст такой, дети любят очень приключенческие. Женщины такого возраста, которые 45, там постарше, любовные романы, детективы. Ну, мужчины любят детективы, боевики. Ну, малышня любит все, ему что-нибудь прочитаешь. Всего в стране более 7 тысяч книгохранилищ, 180 миллионов изданий и документов. Сохранить информацию помогают цифровые технологии. Бумажные картотеки уступают электронным аналогам. Между тем, художественная литература все еще больше востребована именно в бумажном виде. Анастасия Похлестова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.